Оперативное совещание на этой неделе не состоялось в понедельник, ввиду того, что дорогой Радифаритович посещал федеральную выставку «Армия-2023», где на большом экране ему показали обращение человека очень похожего на Владимира Путина, а в Большом зале продемонстрировали достижения, очень похожие на достижения великой страны. Вступление к оперативному совещанию у Хабирова от оперативки к оперативке становится все пространнее и пространнее. На этой неделе вступительное слово главы региона заняло аж 65% всего времени совещания. Складывается впечатление, что Хабиров подсознательно понимает, что заслушивать доклады о состоянии дорог и их ремонте, о недоступственности медицинской помощи в обычных поликлиниках, это как-то противоречит той атмосферной достижений и побед, который он наблюдал буквально день назад на московской ярмарке «Армия-2023». А потому родитель все больше рассказывает о том, как же он замечательно проводит это лето. Начал он с информации о том, что башкирские подростки под водительством целого министра промышленности посетили некий образовательный интенсив «Архипелаг-2023» в городе Новосибирске, и там заняли второе место по пилотированию игрушечных вертолетиков, которые почему-то гордо именуются беспилотными летательными аппаратами. Затем Радифоритович попросил свою двоюродную сестру Гульнару Зинурову немного рассказать о том, как она ознакомилась с лучшими практиками региона в сфере здравоохранения. К слову сказать, эта самая двоюродная Гульнара уже стала исполняющей обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, так что простая и незамысловатая семья Хабирова стремительно заполняет Белый дом в Уфе. Гульнара кратенько изложила свои успехи, обильно вставляя упоительный термин «сифровизация» в свой недолгий и достаточно бестолковый доклад. Традиционно Хабиров поздравлял и именинников. Стоит отметить, что мэра Уфы Мавлиева с днем рождения Хабиров поздравлял как-то назидательно. Заявил, дескать, что в жизни юного мэра наступает некий этап подведения итогов. Как-то это сильно смахивало то ли на угрозу, то ли на прощание. Коснувшись темы СВО, Хабиров сообщил, что сводный полк Башкортостан завершил боевое слаживание и уже отправился в зону СВО. А вслед Башкирскому полку снаряжаются еще два батальона добровольцев. Ну, честно говоря, мы уже сбились со счету и не знаем, какие они там, седьмые, восьмые, девятые или десятые эти батальоны. Но Хабиров продолжает и продолжает отправлять добровольцев в зону СВО. Отмечу, что Андрея Назарова на оперативке не присутствовала. И Хабиров пояснил, собственно, этот факт тем, что премьер находится сейчас в Казахстане со своей командой и занят там ремонтом экономических отношений с соседней страной. О том, что отношения с Казахстаном явно требуют ремонта, говорит тот факт, что внезапно и резко, как детский понос, был уволен уполномоченный от республики Башкортостан в Казахской республике. Без объяснения причины, как-то так очень мрачно об этом сообщил Хабиров. Судя по всему, экономический эффект сотрудничества с ранее братскими республиками пока еще не добрался до суммы, какие были потрачены на поездки, форумы и прочие братания с этими самыми братскими республиками. Завершил Радий Фаритович свое пространное вступительное слово приятным, как обычно. Рассказал о том, как круто он отдохнул на фестивале «Башкирский конь» в Баймакском районе. Доложить о достижениях в области лошадиных праздников было поручено, понятное дело, министру сельского хозяйства Фазрахманову. Конечно же, был продемонстрирован упоительный ролик. «Где кони неслись вдаль, шапки и волосы развивались назад, девушки носили подносы с чак-чаком, а юноши состязались в перемещении мертвого козла. Вокруг стреляли из самодельных луков и рекой лился кумыс. Где-то в Голливуде горько заплакал Спилберг, но нам его, конечно, с вами не жалко». В связи с оглушительным успехом конного фестиваля, в котором приняло участие, по словам главы «Тысяча лошадей и 20 тысяч человек», Хабиров дал важное поручение Фазрахманову. Глава республики напомнил министру сельского хозяйства, что произошел некий обмен конями с одним из руководителей районов Казахстана, которые там называются Акимы. Так вот, по древней тюркской традиции, дарители, обменявшиеся конями, обязуются даренного коня не съедать. О соблюдении этого обета Радий Фаритович и попросил позаботиться министра Фазрахманова. «Постараемся, Радий Фаритович», – тут же доложил Фазрахманов. В общем, зал оперативного совещания грохнул хохотом. «Но по доброй традиции мы поклялись не съесть их». «Постараемся, Радий Фаритович». «Поэтому лошадь тоже передайте, пожалуйста». «Передайте, там лошадь какая-то казахская порода». И в этот раз Радий Хабиров категорически отказался слушать доклады о здравоохранении и о ситуации в ЖКХ. Про здравоохранение он заявил, что с медициной и так все понятно. Судя по всему, из косноязычного доклада двоеродной Гульнары. А в ЖКХ Радий Фаритович заявил, что и вовсе все ровно. Мне вот показалось очень непонятно вот это ровно. Ровно – это когда по всей Уфе текут реки горячей и холодной воды из водопроводов. Или ровно, когда асфальт на проезжей части дорог в Уфе обваливается провалами размером с минивэн. Вот это, Радий Фаритович, вы называете ровно. Доклад министра транспорта и дорожного строительства и вовсе походил на односложную перекличку. Как дела с ДТП? Минус 8, – ответил Клебанов. Хорошо, – ответил Хабиров. Вот и все. Как будто бы Радий Фаритович боится что-то лишнее публично спросить у Клебанова. Ну, например, а как же там дела с ямочным ремонтом? Или как дела с разметкой обстоят? Все деньги уже освоили? Вот этих вопросов почему-то мы не слышим от Хабирова уже на протяжении нескольких недель. В отличие от Клебанова, я постараюсь озвучить ситуацию с ДТП несколько подробнее. Их случилось на этой неделе 91, и за 23-й год их на 140 больше, чем за тот же период 22-го года. Пострадавших с ДТП на минувшей неделе 104, и это на 10 человек больше, чем за тот же период в 22-м году. Погибших в общей сложности за 23-й год в ДТП 209 человек. И это действительно минус 8, как сказал Клебанов к 22-му году, но с учетом той новой технологии подсчетов, когда Клебанов вычитает из статистики загадочных не наших. Министр сельского хозяйства Фазарахманов, нехотя обещавший не поедать даренных лошадей Хабирова, отчитался о успехах в уборочной кампании. Собственно, Фазарахманов рассказал нам о том, что на данный момент в регионе уже убрано примерно 35% посевов зерновых и намолочено 1 миллион 480 тысяч тонн зерна. Ожидаемый урожай таким образом составит примерно 4 миллиона тонн, что на 20% меньше прошлогоднего. Фазарахманов сообщил одну любопытную цифру. Средний намолот зерновых с гектара в Республике Башкортостан на данный момент составляет 18,7 центнеров с гектара. Для сравнения, средняя урожайность с гектара, например, в Соединенных Штатах Америки 35 центнеров с гектара, в Китае 54 центнера с гектара, в России средняя урожайность прошлого года составила 26 центнеров с гектара, в Объединенном Королевстве 78 центнеров с гектара, в Германии 76, а в Голландии 79. Надо понимать, что себестоимость зерна напрямую зависит от урожайности, это понятно. Чтобы собрать 35 центнеров в Соединенных Штатах, нужно обмолотить 1 гектар, а в Республике Башкортостан, например, 2. В Голландии и вовсе половину гектара достаточно обмолотить, чтобы собрать те же самые 35 центнеров. Ну, мы, собственно, даже здесь еще и не рассуждаем о качестве и клейковине в этом зерне. И это при том, что с реализацией российского зерна, стараниями мудрого лидера Российской Федерации, сложились огромные проблемы. В общем, конечно, особенно чего-то хорошего и блестящего от сельского хозяйства в этом году в Республике Башкортостан точно ожидать не приходится. Далее заслушали доклад министра промышленности, энергетики и прочих благ цивилизации господина Шельдяева. Он докладывал о ситуации с переходом автотранспорта Республики Башкортостан на газомоторное топливо. Единственное, переход этот идет не шатко, не валко, и это очень беспокоит и бесит Хабирова, потому что он обещал, клятвенно обещал друзьям из Газпрома повысить потребление газа в Республике Башкортостан во что бы то ни стало. Но это и понятно. Российский газ все хуже и хуже продается на международном рынке, и нужно теперь уже окучивать собственное население. Вообще-то перевод двигателей внутреннего сгорания на газ это практика сомнительная, и я могу об этом рассуждать не просто досужим образом, а как обладатель диплома по специальности инженер-конструктор двигателей внутреннего сгорания. Начнем с того, что вообще-то ни один автопроизводитель не выпускает штатно изначально автомобили и двигатели с газовым оборудованием. То есть все это в определенном смысле переделки. То есть ни один автопроизводитель, повторюсь, не делает автомобили на газу. Ну да, выхлоп двигателя внутреннего сгорания, работающего на газе, более экологичен и чист, как об этом трубят на каждом углу рекламы вот этого газового оборудования. Это действительно так. Но при этом использование газового оборудования в двигателе внутреннего сгорания по разным оценкам снижает ресурс двигателя на 10-30%. Да, конечно, газ примерно на 40% дешевле бензина, но и удельная мощность двигателя внутреннего сгорания существенно снижается, когда вместо бензина или дизеля используется газовое топливо. Ну, что, собственно, не может не сказаться на конечном расходе топлива и общих расходах на это топливо. Ну, и, естественно, нужно отметить, что само по себе газовое оборудование достаточно дорогое. Лучшие образцы этого газового оборудования производятся в Италии и Германии, и сами понимаете, что сейчас происходит с курсом доллара и стоимость этого газового оборудования. А еще достаточно дорого стоит установка газового оборудования. Ну, добавьте сюда перерегистрацию в ГИБДД автомобилей на газу и так далее, и так далее. Вот ко всему этому Ради Фаритович склоняет жителей Республики Башкортоска. Но они не особенно изменяются, и потому Хабиров в конечном итоге начинает склонять в принудительном порядке, например, администрации городов и районов. Тем не менее, Шельдяев доложил Хабирову, что в Республике уже действует 51 газовая заправочная станция. Правда, надо отметить, что половина из них не загружены даже на 30%. А те, что расположены в Салавате или Сибае, вовсе загружены на 7-10%. Ну, объем реализации газа на газозаправочных станциях коварно не растет от 2022 года. Судя по всему, конечно, люди не особенно охотно переходят на это подозрительное топливо. Хабиров раздраженно потребовал от глав городов и муниципалитетов немедленно перевести на газ все оставшиеся транспортные средства, включая газонокосилки, мопеды и осликов. Под занавес заседания обсудили собираемость штрафов через систему автоматической фиксации нарушений. Напомню, что в Республике Башкортостан на данный момент уже действует 1809 комплексов видеофотофиксации нарушений на дорогах. Специалисты различных ведомств доложили дорогому Радио Фаритовичу, что в этом деле они существенно продвинулись. Если в 2022 году автомобилистов окучили через видеофиксацию на 2 миллиарда рублей, то в 2023 году планируется сумма уже в 2,5 миллиарда рублей. Плюс к этому еще выписали штрафов на превышение допустимой массы автотранспортных средств аж на 1 миллиард и 100 миллионов рублей. Правда, вот собрать из этих денег удалось только 20%. Хабиров гневно потребовал поднажать, нанять, выбивал юристов и прочих товарищей и деньги вот эти во что бы то ни стало собрать. Ну, понятное дело, 1 миллиард 100 миллионов это, конечно, очень немало и, собственно, заманчиво получить их просто так в виде определенных взносов через штрафы. Вот на этом поприще башкирские власти, конечно, преуспевают. Завершая обзор открытой части оперативного совещания, от себя скажу, что после достопамятного 2 августа в эфире оперативных совещаний начато отсутствует мадам Прочаковская. Видимо, последствия спектакля под названием «Хабиров и 6 гранат» все еще не позволяют талантливой сценаристке и постановщице губернаторского рейтинга появляться на людях. Ну, собственно, это и хорошо. Возможно, Хабирова перестанут, наконец-то, ассоциировать с ее плаксивыми завоеваниями и прочими экзерсисами. Собственно, на этом оперативное совещание, по крайней мере, его открытая часть была закончена и перешли к закрытой части. На закрытой части Хабиров был не так тих и смиренен, как на открытой, бушевал на тему того, что не исполняются планы по достраиванию проблемных объектов строительства. Напомню, что к концу 2023 года Хабиров взял на себя обязательство лично перед Путиным завершить все объекты долевого строительства. Сами понимаете, что сейчас, на данный момент, мертвым грузом у него на шее висит несколько десятков недостроенных домов, и Министерство строительства и архитектуры так и не справилось с поставленной задачей. В общем, Хабиров бушевал, кричал, всех обвинял, но, тем не менее, ВОЗ остается и ныне там. И я абсолютно уверен, что к 1 января 2024 года обещания Путину Хабиров не сдержит.